Славянский район уже не первый раз принимал соревнования краевого и всероссийского уровней. Хорошая материально-техническая база позволяет провести их на высоком организационном уровне. И в минувшие выходные наш город вновь стал центром спортивной жизни, теперь уже всего Южного федерального округа. Здесь прошло первенство по вольной борьбе. Девять регионов, более трехсот сильнейших борцов Южного федерального округа приехали в наш город, чтобы побороться за педестал. Участников соревнований поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мне приятно, что в небольшом провинциальном городе Саинске-на-Кубани проходит соревнования такого уровня Южного федерального округа по вольной борьбе. Я рад всех видеть, рад всех приветствовать. Вольная борьба популяризирует единоборство. Это сила воли, это сила, это здоровый образ жизни, это правильная мотивация. Поэтому пусть победит сильнейший. Первенство Южного федерального округа по вольной борьбе проводилось как среди юношей, так и среди девушек до 16 лет, а также юниорок до 21 года. Для проведения соревнований был подготовлен зал спорткомплекса «Медведь». Мы приехали из республики Крым, из города Симферополя. Очень хороший настрой, мы очень готовились к Южному федеральному округу на самом-то деле. Правда говоря, чувствуется, что есть мандраж. Поначалу трудно, но после того, как ты выйдешь на ковер, уже совсем другое ощущение. Ну, это борьба. Мы любим этот вид спорта. Первый раз в Союзе на Кубани, да, мы первый раз. Очень хороший зал, нам все очень нравится, и город очень красивый. Вольная борьба – это олимпийский вид спорта. Появилась она чуть позже греко-римской борьбы и отличается от нее более жесткими приемами. Главная цель борца – уложить оппонента на лопатки. Конечно, сделать это было совсем непросто. Участники соревнований выступали в 12 весовых категориях. Победитель получал путевку на участие в первенстве России. Поэтому каждый старался выложиться на все 100%. Все схватки на ковре были яркими и зрелищными. Тренеры, как могли, поддерживали и мотивировали спортсменов. Мы из Астраханской области, самого города, спортивная школа Кузнецова, привезли человек 20, спортсменов 20 человек. Какую задачу ставите перед спортсменами? Сделать путевку на первенстве России. Настроились на победу, конечно, а так ковер покажет, посмотрим, насколько мы готовы. Соревнования проходили в течение двух дней. Славянский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы Станицы Петровской. По итогам первенства в копилке наших борцов пять медалей. Среди юниорок до 21 года Елизавета Харченко стала лучшей в весовой категории 72 килограмма. Среди девушек до 16 лет первое место завоевала Александра Колесник – весовая категория 36 килограммов. Серебро у Анастасии Чебеткова – весовая категория 39 килограммов. И у Марины Николаевой – весовая категория 54 килограмма. Среди юношей до 16 лет третье место завоевал Никита Фоменко – весовая категория 68 килограммов. Тренируют спортсменов Юрий Курячий и Денис Шухлин. Поздравляем наших борцов с успешным выступлением. Субтитры создавал DimaTorzok